На Соборной площади в Ульяновске 14 автомобилей, но это пока. По пути к праздничной автоколонии присоединятся еще 4 машины. Это традиционный автопробег, посвященный 9 мая. Автопробег проходит 11 год подряд. В этом году к машинам регионального отделения ДОСАВ присоединились автомобили ветеранских организаций и молодежных объединений. Конечная точка – рабочий поселок Корсун. Мы выдвигаемся после торжественного открытия, выдвигаемся в Корсун, районный поселок Корсун, где будет проведен митинг-реквиум с возложением цветов к памятнику павшим воинам. И там же официально проведем уже наш такой торжественный ритуал памяти. Перед стартом напутственное слово от первых лиц города и области. Заместитель губернатора Александр Коробко пожелал участникам автопробега удачи и напомнил, что память о подвигах героев должна передаваться из поколения в поколение. Очень жаль, что некоторые европейские страны забыли о том, кто их освободил, кто им дал возможность жить и развиваться. Но наша самая главная задача – чтобы наши дети всегда помнили и гордились нашими великими предками. Еще одна старая и добрая традиция во время автопробега – начинать всероссийскую акцию «Красная гвоздика». В Ульяновской области она проходит в пятый раз. Волонтеры распространяют значок «Красной гвоздики» на улицах, через сетевые магазины и партнеров фонда по всей стране. На вырученные средства добровольцы покупают для ветеранов, к примеру, медикаменты, инвалидные кресла, слуховые аппараты и протезы. Изначально мы собираем денежные средства, мы их переводим на счет фонда памяти поколения. Они уже перерабатываются, у нас акция продлится до 22 июня включительно. Но опорные точки у нас будут 9 мая и 22 июня. Мы надеемся, что в эти дни мы соберем как можно большую сумму. Тем временем объявлен старт автопробегу. Автопробегу по маршруту Ульяна-Сборотаевка-Корсун посвященному Великой Победе. Прошу по машинам соблюдать правила дорожного движения. Для некоторых участников эта акция не первая. Сегодня автопробег, это мы показываем свою честь и совесть, и отношение нашего общества к нашей Великой Победе. Сегодня, накануне, 9 мая, это должно сделать каждый член нашего государства. Вы первый раз принимаете? Нет, второй раз. Впереди у колонны три часа пути. Ринат Алиулова, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.